друзья всем привет но всем большой привет продолжаем наше путешествие владивосток питер кто смотрел прошлую серию остановились мы вот здесь вот в такой вот глухой местности ну фактически вся дорога половина дороги было даже больше в прошлой серии вообще глухая абсолютно то есть то есть первоначально заехали в этот шамановск город и как бы все на этом остановились надеюсь в этот раз будет получше ну хотя там тоже перспективы пока не очень прошу подписаться и по на канал поставить лайк и написать интересный комментарий также не забываем подписываться на бусте канал на яндекс дзен тоже открыл туда тоже буду перезаливать ролики на всякий так случай вдруг что-то будет с ютюбом хотелось бы все это сохранить естественно вести всю эту работу в общем все поехали также не забываем про плейлист про тайм-коды все все как обычно все как обычно ребята так сразу сразу видите пришел решил записать быстренько ролик даже еще не ужинал вот но надеюсь как бы мы с вами с пользой проведем наше время наш час уже чуть больше вот смотрите какое солнце впереди освещает нам дорогу вот тут так вот интересно да интересно в принципе солнышко нам дорогу освещает вот у нас заправочка кстати давненько не было заправочек я вот не помню там мы ехали была какая-то вообще заправка или все таки не было интересно я вот уже не помню ну вот шивановска было и потом уже не могу припомнить да ребят спасибо конечно кто смотрит мои ролики кто подписывается огромное спасибо еще раз ну чё хочу сказать неплохо неплохо идем пока я имею ввиду в наше второе путешествие такое длинное проехали достаточно много сегодня проедем а вот следующая серия неизвестно где мы но сегодня мы точно да не вера не доедем ни при каких обстоятельствах даже близко нету поэтому пока вот едем пока вот что есть то что есть а там будет уже видно дорога опять однотипная так вот все вокруг как бы ничего река ольга река ольга да сиваки и чита а это у нас уже нет это еще не район мы пока еще в старом районе 8 километров сиваки а мы пока продолжаем двигаться такая обычная остановочка достаточно простая но большая туда не нужно зачем тут большая кого тут собственно говоря сажать да по поводу небольшой информации амурской области амурской области вообще амурской области не такая уж и большая по населению но достаточно большая по площади но это смотря с чем сравнивать если сравнивать с территориями опять европейской части в основном то да то практически все регионы практически все регионы естественно из уступают по площади она больше двухсот по-моему где-то 250 около того ну плюс-минус и 600 или 700 тысяч населения вот так вот принципе сами понимаете какая тут плотность населения да это как бы еще это еще нормально это еще относительно нормально благовещен самый крупный город здесь считается это столица региона мы там уже были кто не смотрел посмотрите предыдущие ролики там мы проезжали через него да может быть не полный обзор так быстренько посмотрели какую-то часть но все равно что-то что-то видели тот же через реку амур и хе-хе-хе или хе-хе китайский как он правильно называется вот ну а если хотите уже более подробный обзор конечно же это можно сделать вот спонсорская подписка чтобы можно было выбирать город либо либо ждать пока я этот город ну не обязательно тот же благовещенский вообще пока я его сниму ролик сам собственно вот так вот ну что дорога в принципе в принципе неплохая здесь единственное что нет никаких населенных пунктов но они есть где-то ну прям вот чтобы были рядом с трассой ну пока вот ничего нету нет такого что как мы выезжали когда помните с приморья там прям куча была населенных пунктов прям они шли 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 подряд тут такого нету не будут конечно это все дальше туда уже когда мы подъедем подъедем в сторону Урала например доедем а еще лучше туда в сторону европейской территории там да там уже будет все таки побольше этих населенных пунктов там как бы и плотность населения выше чем здесь поэтому вот ну а пока вот как то так вот солнышко такое слепит прямо освещает нам путь а мы прямо едем на него вот как освещает нам путь вот так вот ярко ну а здесь такие вот деревья не знаю даже как называть полу вымершие куча куча веток листвы практически нету хотя июль здесь по местным меркам отцом от солнца мы никак не мы не сможем избавиться под избавиться пока что не повернем вот опять деревья вот так вот ну тут хоть что-то как хоть какая-то листва вот что-то есть в общем вот так вот так так вообще сегодня не знаю куда мы доедем честно ну я думаю уже достаточно близко так что в следующей серии мы скорее всего уже будем надо будет уже решать только и куда мы поедем потому что неизвестно вообще что там будет у нас ну пока вот так пока то что есть немножко понемножку вот проезжаем вперед такие виды ну виды так скажем такого среднего качества хотя есть и нормальные хотя есть и нормальные вот так вот например ну никого единственное что тут никого нет какие-то дикие животные да по-любому есть но вряд ли прям вот здесь вот хотя сюда скорее всего может кто-то и выходит периодически напросто ночью но днем вряд ли мне кажется вот здесь вот вблизи какие-то дикие животные они могут находиться могут находиться сивакинская падь вот так вот во возле трассы ну да вряд ли здесь вот кто-то кто-то обитает какие-то дикие стыки собаки ну собак тут мне кажется маловероятно встретить вот волки медведи лисы это да улице они как бы в принципе относительно безобидны хотя всякое бывает а вот волки и медведи это да ну мне кажется вряд ли они будут выходить вот сюда если прям уж совсем совсем не голодные и как бы ну скорее всего где-то вон там вот в глубине туда там там да а здесь это прям редчайший такой случай чтобы выходит конечно и медведи и волки но чаще всего а они стараются не попадаться человеку на глаза потому что знают как бы понимают что как бы тут проходит дорога я думаю особенно есть есть только какой-то может быть молодой там медведь или волк который как бы человек ты особо может и не видел в лицо где-то он в этой тайге вот а которые уже такие вот уже более уже старые животные естественно им как бы смыслом выходить с человеком встречаться они стараются как бы наоборот подальше просто если ты конечно если ты по трассе едешь да идешь то вероятнее всего он на тебя не нападет потому что он будет но если конечно это будет медведица идти например где-нибудь поблизости с медвежатами то почуяв опасность она естественно нападет тебя а так скорее всего вероятнее медведю проще да и волку туда удалиться подальше в лес но если ты ну если ты естественно зайдешь на их территорию туда то вероятность того что он атакует тебя не тебя это очень большая поэтому ты если ты их не тропаешь пойдешь просто то даже здесь вероятность столкновения гораздо меньше но опять же пешком пешком здесь как бы не советую ходить особенно вот да и на велосипеде тоже опасно вот ну пешком прям вообще особенно особенно если где-то увидите поблизости недалеко какого-нибудь хищника того же волка либо медведя основные которые тут могут обитать лучше остановиться и подождать пока зверь уйдет в лес ну лучше здесь не не ходить пешком вот так ну солнце у нас тем более тем временем уже заходит понемногу уже мы пока дальше и дальше двигаемся вот опять табличка шу мун два километра два километра или два километра кому как удобно ставить кому как удобно два километра два километра а он слона солнышко кто говорит сантиметров кто говорит сантиметров 50 сантиметров вот так вот ну суть в общем ловили да блин смотрите едем а дороги как не было так и нет но я имею ввиду дороги у него эти дороги и населенных пунктов то да здесь как бы я не думал что ламурской области так мало населенных пунктов мне просто казалось что их больше мне казалось их намного больше ну что есть то есть ручей ручей алёша ручей алёша да вот он этот ручеёчек интересные такие названия тоже бывают когда такие интересные названия что прям вот думаешь думаешь диву даешь даешься откуда такие названия придумали так ладно если что-то будет интересное конечно же остановимся посмотрим ну в общем ну на ну по 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 ну так да не это Ну вот ничего такого особенного деревья вот вокруг, такой закат. Так, ну надо бы гонять вот эту машинку, что же мы за ней. Не удалось, не удалось нам это сделать. Да, печальная картина. Ага, ну вот наконец-то. Да уж. Честно, я ожидал, что будет, конечно, намного лучше. Но опять у нас такая вот пустая трасса. Пустая трасса. На которой как бы... Пустая трасса. 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 ну вот у нас чалганы и чита ну что-то понятно а вот чалганы сколько тут сколько тут километров чалганы 6 километров а есть ли туда проезд ну конечно же нету ну можно посмотреть кафе лесное паркинг так чалганы да давайте я попробую все-таки посмотреть что там какие-то фотографии есть нет ну очевидно было что ничего не будет так что едем дальше вон до кафешка про которую я говорил кафе лесное но она вон там спрятано и отсюда никак не увидишь так и и Спасибо. Ну вот это, если считать, вот это вот за населенный пункт, хотя бы даже, то это прям совсем смешно. Вот, а именно через... Хотя мы, в принципе, это еще проехали не так много. Мы-то еще не так много проехали. Вообще-то ожидается, что мы сегодня должны через какие-то пару населенных пунктов проехать, таких нормальных. Но пока, как видите, ничего, вообще ничего. Я не удивлюсь, что мы до них даже и не доедем. Немножко я ошибся с размер... с размерами. И в итоге вот то, что получается. А это... а это у нас... Блин, сейчас немножко картинка замылена. Ручей Угадаевский. Ручей Угадаевский. Да, Угадаевский ручей. Вот он. Вот он, небольшой такой ручеек. О, а тут прям нормально. Тут нормально сделано. О, а Продолжение следует... Так... Не видно сразу, как начинает темнеть. Есть вероятность, что сейчас мы переключимся на другую карту. Потому что... Какой закат. Ну, потому что ночью-то он вряд ли будет ехать. Ну, не знаю, когда это произойдет. Может, скорее, дата поменяется или что-то еще. Ну, пока вот так вот едем. Вокруг одни такие мертвые, полумертвые деревья. Печально, конечно, это все печально. Но что сделаешь? К сожалению, вот так вот все. Продолжение следует... Сейчас, ребят, одну секундочку буквально. Вот, все, поехали. Ну, а тут какие-то прям заросли, смотрите сами. Непонятно, что тут деревья, не деревья. Пусты, наверное. Так, еще раз рекомендую всем подписаться на мой канал, на мой Boosty канал, на Яндекс.Дзен. Поставить лайк, написать интересный комментарий. И не забываем также подписываться на этот канал также. Всем желаю приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, буквально секундочку. Одну секунду буквально. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, продолжаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Хотя нет, секунду. Еще одну секунду. Продолжение следует... Так, все, возвращаемся мы. Возвращаемся мы опять на трассу, на нашу. Продолжаем. Продолжаем ехать. Продолжение следует... 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 да 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 Продолжение следует... 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 Так, ну что, возвращаемся. Иногда приходится останавливаться, прерывать. Есть на то свои причины. Так что не обессудьте. Продолжение следует... Так, ну да, такие вот сумерки, сумерки у нас наступили. Продолжение следует... Так, момент, ребят, еще один. Продолжение следует... Ну что ж... Так, ребят, сейчас еще прервусь. Как бы можете, в принципе, промотать вот этот момент. Сейчас, пару секунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, ну что, могу сказать. В принципе, сегодня такая вот серия у нас... Что... Что... Сами видите... Ничего, фактически нету. Приходится иногда прерваться. Ну, что поделаешься... Ну, что поделаешь... Извиняюсь... Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. А вот у нас... Ручей... 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 Улагач... Ручей... Ручей... Так, момент, ребят. Еще один момент, извиняюсь. Последний, надеюсь. Продолжение следует... 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 так интересно интересно да сегодня такое прям даже не знаю как назвать после прошлой серии было там хоть вначале было хоть нормально здесь прям совсем печально прямо совсем печально даже не знаю или мы так медленно и ехали вообще никуда не доехали по моему я смотрел там рядом были поселки но в итоге мы уже сколько едем толку 0 и ну ладно главное что мы едем меда самое главное ну тут ничего абсолютно ничего нету на даже не знаю какие тайм-коды я буду ставить он стояночка туалет и не а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что уж не обессудьте... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего... Просто ничего вообще... Продолжение следует... Закат... А сейчас именно... Рассвет... Так... Так... Блин... Блин... Продолжение следует... 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 Ограничение скорости. Дактуй, чита, апрельский, через 400 метров будет вот такое вот разделение. Так, ну что, смотрим. Дактуй, 4, апрельский, 15. Ну, давайте посмотрим, доктуй, может быть, все-таки туда можно набраться. Дактуй, 4 километра. Ну да, 4 до 4, только вот, в апрельский даже смотреть не буду. Могу, конечно, попробовать. Тут, мне кажется, не 4, а все 44 и нету ничего. Ну, естественно, понятно. Да. Так, а что же, давайте посмотрим, где мы есть. Тиммер, соль. Но это, скорее всего, тоже такой будет поселок. Ну, дальше там уже, дальше уже далеко, там уже пока неизвестно. Давайте, наверное, все-таки мы. Тиммер, соль, вот это вот, доедем. А там посмотрим. Не хотелось бы, конечно, затягивать серию. Вот такая вот строительная техника, вагончик. Так. Люди делают ремонт. Там, по-моему, река была. Если я не ошибаюсь. Там, по-моему, река была. Вот, может быть, здесь и остановиться. Или все-таки чуть-чуть проехать. Тиммер, Тиммер, соль. То вот это вот. Вон, вон, поворот. Мне кажется, можно до поворота, до того. До чалить. Что это за речка? Река Дактуй. Река Дактуй. Да. Да. Так. Ну, я думаю, все-таки можно доехать до того вот поворота. Сейчас попробуем буквально минутку и будем завершать. Я думаю, мы сейчас быстренько до него доберемся. Так. Но сначала посмотрим табличку. Тиммер, соль. Да. Вот та самая Тиммер, соль. Хотя, знаете, знаете что? Извиняюсь, пролетел самолет. Вот. Давайте-ка я гляну, что-то Тиммер, соль. Конечно, ничего нету. Так что... Все-таки, наверное, доедем до того поворота и там остановимся. Я думаю, это будет логично. Опять, конечно, получается более длинное видео, чем планировалось. Ну, что ж. Следующий раз бы сделаем покороче, надеюсь. А, ну вот он, этот поворот. Хотя, этот поворот-то и нету. Я даже не знаю, что считать за поворотом. Ну, давайте вот эту вот искусственную неровность и будем считать за поворот. Так, ребят, все. Спасибо еще раз, кто смотрел, кто будет смотреть. Напоминаю про подписку, про лайки, про комментарии. Не забываем про Яндекс.Зен. Подписывайтесь. Подписывайтесь на Boosty канал. Всем удачи, всем хорошего настроения. До скорого. Всем пока.